МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это и многое другое из мира кинематографа прямо сейчас на ваших экранах. Уно, до, тре! Эдвард? Привет! Сьюзан, привет! Как твои дела? Ты просто неотразима. Как и всегда. Известнейший американский модельер Том Форд в 2009 году дебютировал в режиссуре с пронзительной мелодрамой «Одинокий мужчина». На этой неделе мы дождались его вторую работу «Под покровом ночи». Ты была моей первой любовью в Хестингсе. Ты тоже моя первая любовь. У Сьюзан роскошная жизнь в Лос-Анджелесе, прекрасный муж и собственная галерея. Но однажды она получает неожиданную посылку от бывшего супруга. Он хотел бы встретиться, но сначала просит прочитать его новый роман. Сьюзан не подозревает, что как только она откроет рукопись, она вернется в прошлое, которое считала надежно укрытым «Под покровом ночи». «Под покровом ночи» или «Ночные животные» в оригинале сняты по роману Остина Райта «Тони и Сьюзан», а актерскому составу нового творения Форда позавитуют любой из современных мастеров. Эми Адамс, совсем недавно блиставшая в прибытии, ее коллега по человеку из стали Майкл Шеннон, Джейк Джилленхолл и еще ряд имен, не нуждающихся в дополнительном представлении. Айла Фишер, Арми Хаммер, Аарон Тейлор-Джонсон, Дженна Меллун, Лора Линни и многие другие. Я совершила нечто ужасное. Я ушла от него довольно жестко. И что же нам делать? Вопрос в том, насколько сильно ты жаждешь правосудия. Отзывы и оценки «Под покровом ночи» не уступают первой работе Форда. И фильм также был отмечен на Венцанском кинофестивале, на этот раз специальным призом жюри. Подобная творческая удача способна записать имя Тома Форда в список тех авторов, чьи работы ждут киноманы по всему миру. Но чем же так хороши ночные животные? Давайте будем разбираться в нашей специальной рубрике с приглашенным гостем. Друзья, мы снова в зеленом зале кинотеатра «Родина» и уже готовы обсудить новую картину Тома Форда «Под покровом ночи». И в гости к нам сегодня пришел предприниматель и проектировщик образовательных программ Кирилл Горин. Привет. Привет. Как тебе этот фильм в целом? Это совсем необычное и неразвлекательное кино, так по мне. Фильм больше такой трансформирующий. Видно, как герой меняется в течение фильма и меняется не за счет каких-то внешних событий, хотя там есть определенная история, которая рассказывается, а за счет внутренних переживаний. И они очень глубокие, и вот то, как фильм это передает, это меня очень удивило. Но мне кажется, там не один герой проходит определенную трансформацию. В принципе, все, кто в фокусе находятся, в том числе и во второй сюжетной линии. Я всю жизнь буду жалеть об этом. Смотри, что тебе особенно понравилось? Что бы ты для себя выделил? Что бы я точно выделил, это вот насколько красивая картинка выстроена режиссером, насколько каждый кадр, он действительно… Ну он все-таки модельер, дизайнер, у него должна быть красивая картинка, а не трясущиеся камеры, знаешь. И вся архитектура, которая выстроена, все вот эти моменты, где происходила съемка, особенно вот то, что бы там показалось как настоящее время, в этом, конечно, очень-очень красивая картинка. Смотри, есть все-таки история в истории. Одна это, как ты уже сказал, с такой гипертрофированной, красивой такой матовой немного картинкой. Богатых голливудцев? Да, обеспеченных людей, у которых вполне себе антропологические проблемы, взаимоотношения и так далее. И как раз-таки непосредственно сам триллер, который вынесен в название «Ночные животные». Как ты считаешь, выделяется одна история на фоне другой, или они вот именно структурно друг друга дополняют? Очень хорошо вписаны вот эти истории, и, может быть, если идти глубже, их может быть и не две, они очень друг друга дополняют. И вот этот момент переключения, даже съемка кадров, когда заканчивается кадр только из одной истории, ну, те же самые эпизоды в ванной или в душе почему-то… Да, она читает книгу и прерывается в какой-то момент. Ну, вообще, тема с душем и в ванной там такая общая, какое-то и очищение, и одиночество, я не знаю, как это так. Ну да, и ночью она не спит, и почему-то вот где-то там себя находит ближе к воде. Как твоя бессонница? Ты напугала меня во время нашего последнего разговора. Неужели забыла? Я никогда не сплю. Кто тебе из героев и из актеров, их игравших, вот лично тебе приглянулся? Это, возможно, тот полицейский, который… Майкл Шэннон, да. Ну, мне тоже он. Но он, такому человеку, мне кажется, хочется и сопереживать, и им как-то хочется гордиться, потому что он, так скажем, не подвел наше доверие ни разу за фильм. Но вот он действовал на максимальной силе, вот в своей позиции как только мог, и подкупал, конечно. Он был очень эффективный, скажем так. Да, он старался и действовал даже. Пусть в аду поломают головы, думая, как на это обставим. Два основных актера – Джейк Джилленхол, который сыграл две роли сразу, и Эми Адамс, ну, которая, по большому счету, тоже сыграла две роли – себя в настоящем и себя в прошлом. Как бы ты оценил это? Заметил, кстати, что в последнее время сейчас как-то вот элегантно обходит это все. То есть раньше там какие-то сложные гримы были, там, на 20 лет раньше, да. Сейчас как-то вот компьютерно затерли, и реально, и, в принципе, нормально. Я даже удивился. Думаю, хорошо сделали. Ладно, не об этом. Согласен. Как оцениваешь ты работу Эми Адамс? Ну, если начать как женщина, то очень сильно запомнились эти ее глаза. Эти глаза, которые герой назвал в фильме грустными, но в них действительно что-то есть, и они сильно отличаются от всех других. Она с инопланетянами общалась просто пару недель назад. Да, ты можешь обобщить, на самом деле, с фильмом «Прибытие», вот как тебе вообще крайние ее роли, дал бы ты ей Оскар. Ну, вот возвращаясь к этому фильму, в этом я точно увидел вот эту самую трансформацию, вот то, как ее внутреннее переживание без какой-либо там внешних действий. Она читала только книгу, но в этот самый момент происходили очень сильные внутренние изменения, и это она смогла передать, и я это почувствовала. Я совершила нечто ужасное. Я ушла от него довольно жестко. Хорошо, ну а персонажей, которых сыграл Джейк Джилленхол? Вот этот страх, то, что он что-то не выполнил или как-то не проявился, который он несет через всю жизнь, очень похож, ну, мне напомнилось, что есть у нас события в жизни, за которые мы испытываем чувства вины, или за которых нам до сих пор страшно, но они уже прошли когда-то в прошлом. И некоторые люди, немногие, которые несут в себе эти страхи и чувства вины, вот так же через всю жизнь. Не могут отпустить? Не могут отпустить, исправиться, и очень много жалеют о прошлом. Кстати, в фильме совсем нет будущего. Да, кстати, интересная мысль. Будущего, которое там есть, это упоминание о смерти. Больше никаких упоминаний о будущем, как о чем-то светлом, о том, что что-то наступит, и они чего-то от него ожидают, нет. Очень огромный массив фильма это все в прошлом, показывают вот эти небольшие моменты настоящего, и то в тот момент, когда герой в настоящем времени вспоминает прошлое. Это в фильме точно не понравилось, отсутствие этого будущего. Не понравилось, не комфортно это было? Да, я... Тяжелая мысль? Да, я предпочел меньше такой фильм смотреть, меня наоборот больше увлекает, захватывает те фильмы, где как раз-таки этого будущего много. Вам приходилось ощущать неподвластность происходящего. Хорошо, будем закругляться, кому ты этот фильм посоветуешь посмотреть? Какая аудитория у него? Посоветую тем людям, которые смотрели ранее фильмы Тома Форда, и им понравился. Тем людям, у которых есть какие-то чувства вины за какое-то прошлое, страхи того, как они когда-то поступили. И очень интересно взглянуть, как вот герой это проживает, может быть, это позволит как-то это в себе увидеть. Ну что ж, друзья, если вы любите интересное авторское кино, при этом жанрово-авторское, как удивительно оказалось в этот раз, то оцените новую работу Тома Форда с ужасным российским названием «Под покровом ночи», также известную как «Ночные животные». И если вы действительно хотите увидеть сильную кинематографическую работу под конец года, то это именно то самое кино. Никому не позволено безнаказанно совершать подобное. Даже ей. Под покровом ночи Смотрите в кинотеатрах с 8 декабря Сегодня кого-то уволят. О нет, это моя сестра. У вас сегодня корпоратив? Это не корпоратив, а межконфессиональный праздничный вечер. Как это дерьмо не назови, оно обменяется. Ясно. Ёлка в жопу. Ты шут хренов, я все вижу. Понял, ничего не будет. Все будет. Самая отвязная премьера недели – это новогодний корпоратив Джоша Гордона и Уилла Спека. Если каким-то чудом вы заключите 40-миллионный контракт с Олтером Дэвисом, сокращений не будет. Идет. Увидишь, ты будешь выглядеть полной горой. Тогда генеральный директор компании решает закрыть убыточный филиал, находящийся под руководством ее беззаботного брата. Тот, чтобы спастись и удержать крупного клиента, решает устроить грандиозную вечеринку. Тут написано «С Новым годом, Б. Нажремся в Ж. Статья». Скоро мой день рождения. А, серьезный подход к роли. Чем ближе Новый год, тем больше в прокате праздничных фильмов. Если большинство из них пропагандирует семейные ценности и передает праздничный дух, то есть и такие, где вся эта новогодняя мишура, в общем-то, и не нужна. Новогодний корпоратив как раз из таких. Все готово. С Новым годом, ублюдки! Готово веселиться! Да! У нас тут отвязная вечеринка. А буквально только хоть залейте. И кому ты это пошлешь? Каждому ублюдку в Чикаго. Да! Главные роли здесь исполнили такие актеры, как Ти Джей Миллер, Оливия Манн, Джейсон Бейтман, Роб Кордри и даже Дженнифер Энистон. Ну а в креслах режиссеров здесь постановщики таких картин, как «Лезвие славы, звезды на льду» и «Больше чем друг» Джош Гордон и Уилл Спек. Let's go! Ваши действия будут иметь последствия, которые будут преследовать вас за вашей профессиональной жизнью. Тормози сейчас же, или я вышибу тебе мозг. Я люблю Америку! Если вы любите ленты про выходящие из-под контроля безбашенные вечеринки, вокруг которых, собственно, и строится основной сюжет, то картина явно придется вам по душе. Остальные же могут просто пройти мимо. Новогодний корпоратив. Отжигай, чтобы не уволили. Джош Гордон! Отправимся! Джош Гордон! Джош Гордон! Я люблю эту компанию! Что вы с ним сделали? Я снова живу! А-а-а! 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 Подборка отлично фильмов про отвязные вечеринки. Суперперцы Грега Мотталы. Смотри, она бюст уменьшила. Что? Это же плевок в лицо господа. Зато теперь бегать сможешь. Творческий дуэт канадцев Сета Рогена и Эвана Голдберга подарил нам немало веселых минут, ведь на их счету куча смешных комедий от ананасового экспресса до полного расколбаса. Вы кто? Мы не портящиеся, мазафака. Но дебютной их сценарной работой в большом кино стала молодежная комедия Суперперцы. Как делишки, мафия? На смену подростковым героям конца 90-х и начала нулевых пришло новое поколение. Еще более инфантильное и неуверенное в себе. Проблемы у них, впрочем, все те же. Трое главных героев Сет, Эван и Фогель хотят расстаться с девственностью до выпускного. И когда их приглашают на вечеринку, друзья понимают, что это лучший шанс. Однако для того, чтобы туда пойти, им нужно купить алкоголь. Мы ведь бухлища принесем, значит, все девчонки наши. С этого и начинается их самый безумный день в жизни. В картине снялись еще юные и малоизвестные Майкл Сара, Кристофер Минспласа, Джона Хилл и Эмма Стоун, которым помогают старшие товарищи Билл Хейдер и Сет Роген. Спортсмен, наверное. Супер Перцы – это смешной и одновременно трогательный фильм, который мы запомним по Мактрахеру. Мактрахер? Клевое имя. Да, прикольно. Что? Что? Молодца! Сценам с копами и, конечно же, по вечеринке, пройдя которую главные герои по-настоящему выросли и уже готовы вступить в взрослую жизнь. Что? Супер Перцы! Альдус Сноу и его побег из Вегаса. Скоро десятилетие концерта Альдуса Сноу в Грик Феатр. Можно сбаться к юбилейный концерт. В 2009 году режиссер Николас Столлер и сценарист Джейсон Сигел выпустили картину «Забывая Сару Маршалл», цинично названную в нашем прокате «В пролете». Именно так впервые появился Альдус Сноу – собирательный образ британского рок-героя, буквально собранного из повадок Роберта Планта, Мика Джаггера, братьев Галлахер и Пита Доэрти. Персонажа блистательно сыграл английский комик и телеведущий Рассел Брэнд, который оказался, пожалуй, самым ярким пятном на меланхоличном полотне трагикомедии о расставании. И вот спустя два года Николас Столлер снимает о нем отдельный фильм «Побег из Вегаса». Он же просто сама рок-музыка. Я не рок-вайдер у него. Который, по сути, является одной большой вечеринкой, перетекающей из города в город, в то время как незадачливый ассистент в исполнении двухкратного номинанта на премию «Оскар» Джона Хилла должен доставить Альдусу Сноу на концерт в Грик-феатр. Простите, извините, простите, извините. Фильм не может похвастаться ровным повествованием и ближе к концу выдает пару совсем уж странных сцен. Но интересен он в первую очередь массой поп-культурных отсылок, вроде Педиди в роли безумного продюсера. У меня были шесть детей. Знаете, сколько кроссов снашивают шесть маленьких негров? Легкой атмосферы вечной похмельной вечеринки и, конечно же, самим образом Альдусу Сноу, который стал, пожалуй, главным достижением в карьере Рассела Бренда. Более того, после премьеры фильма актер выпустил музыкальный альбом от имени Альдуса Сноу и его вымышленной группы Infant Sorrow, которые на полном серьезе оценили музыкальные критики, а журнал Rolling Stone назвал его главным релизом того месяца. Таким образом, Альдус Сноу стал последним истинным британским рок-героем и символом ушедшей эпохи, пусть и созданным в шутку. Конец света 2013 апокалипсис по-голливудски Сета Рогена и Эвана Голдберга Еще один проект Сета Рогена и Эвана Голдберга в нашем списке. На этот раз абсолютно универсальный. Джей Барушель и его лучший друг Сет Роген приходят на вечеринку к Джеймсу Франка, где уже отдыхает куча голливудских звезд. Неожиданно с неба падают лучи синего света и на земле начинается апокалипсис. Теперь куча селебрити пытается выжить в нечеловеческих условиях и каждый из героев показывает свое истинное лицо. Вас ждут полтора часа безумия с Рогеном и его друзьями, которые не устают импровизировать и, конечно же, куча сюрпризов от Эммы Уотсон и демонов до Чанинга Татума на цепи. Эмма Уотсон пришла. Я неделю пряталась в канализации. Постарайся поспать. Парни, что вы тут делаете? Я нереальный фанат Гарри Поттера. У меня к ней миллион вопросов о том, как они снимают такие фильмы. Успокойся, Дамбулдор. Конец света 2013 — это смешное комедийное фэнтези, где актеры высмеивают свои собственные экранные образы с кучей отсылок к голливудскому мейнстриму и не знающий, когда остановиться. В общем, веселье в чистом виде. Конец света 2013 — апокалипсис по-голливудски. Наверное, самая отвязная киновечеринка «Проект Икс Дорвались». Спустя три года после выхода другой безумной вечеринки под названием «Мальчишник в Вегасе» режиссер Тодд Филлипс спродюсировал картину «Проект Икс Дорвались», которая на поверку оказалась куда жёстче и отвязнее своего предшественника. Здесь гораздо больше ста человек! Конечно! Пришли все плюс один! Снятая в актуальном для того времени формате мокюментари, история рассказывала о трёх приятелях, решивших закатить эпичную тусовку в честь дня рождения одного из них. Разумеется, парни не пользовались особым успехом в школе, иначе они бы знали простое правило. Крутые не устраивают вечеринок, а ходят на них. В итоге на мероприятии собралась не одна сотня людей и началась форменная вакханалия с участием садового гнома, набитого экстази, карликом в духовке, Майлзом Тейлером и наркоторговцем, решившим спалить район из огнемёта. В какой-то момент смотреть «Проект Икс» становится попросту некомфортно, так как обезумевшие от алкоголя, наркотиков и вседозволенности молодые люди уже не выглядят забавно или круто. Плюс навязчивая мысль, не покидающая весь фильм. Кто это всё будет убирать? У нас целый день, чтобы дом засверкал, как новенький. Это как, если родители увидят запись? Да никто это не увидит, клянусь! Некоторое время муссировались слухи о продолжении, однако на данный момент нет никакой конкретной информации. Главные герои периодически появляются на втором плане в разных проектах, а режиссёр Ниман Уриадзе с тех пор снял только одну, довольно странную картину «Ультраамериканцы». Да он профи экстракласса, наше творение, которое стало угрозой. Весь город решил подорвать. Лови! Однако все они уже оставили свой след, как организаторы самой безумной вечеринки в истории кино. Все слышали про вечеруху в Посадене. Видели ролик? Я сделал себе имя на том, что ловил проворовавшихся банкиров и директоров по эту сторону линии Мэйсона. Продюсер и сценарист многих сериальных проектов, включая тайны Смолвеля Шантара Шамасава, на этой неделе дебютирует в режиссуре и выпускает в прокат триллер «Хуже, чем ложь». Хиллс говорит, у вас что-то есть. В Пирсен Фарма-Сютиклс. Нужно дискредитировать Деннинга любой ценой. По официальным данным, его состояние оценивается в 8,5 миллиардов. Новые факты прольют на этот свет и все изменят. Мне известно, у вас есть данные, которые были незаконно украдены с моего компьютера. Если Деннинг узнает, что ты слила данные, тебе конец. Это только начало. Когда амбициозный молодой юрист берется за большое дело против влиятельного и безжалостного исполнительного директора крупной фармацевтической компании, он оказывается втянут в мир шантажа и коррупции. С ней что-нибудь сделали? Да. Ты разбудил зверя. Он не уймется. Мы должны напасть первыми, обломать ему когти. Главная роль в фильме закреплена за актером Джошем Дюамелем, которого вы могли видеть в «Трансформерах» и «Муви 43». И также он является по совместительству мужем певицы Ферги. Однако основной ставкой продюсеров было соединение на экране таких мастодонтов актерского мастерства, как Аль Пачино и Энтони Хопкинс. Ну а в женских ролях вы увидите Джулиус Стайлс, Малин Аккерман и Элис Ив. Эмили хотела раскрыть тебя, а ты все узнал. И твои чувства оказались задеты. Поэтому ты убил ее и хотел подставить меня. Я не собираюсь стоять в стороне и смотреть, как наше тело разваливается. Это могло быть частью их плана. Брось деньги. Несмотря на внушительный актерский состав, пускай и не из звезд ста-класса, хуже, чем ложь, это не более, чем кинематографический пшик. Слишком скучный, слишком банальный и неинтересный. Особенно обидно, что Аль Пачино и Энтони Хопкинс, вроде бы прервавшие череду творческих неудач, вновь вынуждены играть такой второсортный материал. Так что лучше оцените второй шанс с Алем Пачино, за который он в этом году номинировался на Золотой Глобус, и начните смотреть сериал Мир Дикого Запада с Энтони Хопкинсом. Желаю вам приятного просмотра. Как сказал один мудрец, лучше зайти далеко, чем не идти вовсе. Вот и все на сегодня. Надеемся, вам все понравилось и вы выбрали картину себе по душе. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на канал Вимео. С вами была программа Кинофрэш. Увидимся в кино. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok